Пасхалки – это то, что очень нравится геймерам в играх, и что заставляет проходить их некоторые творения по несколько раз, в надежде на то, что именно они найдут тот таинственный и так желанный каждому секрет. Так вот, я также обожаю все эти секреты, не меньше каждого из вас, и постоянно нахожусь в поисках еще чего-нибудь интересного, лишь для того, чтобы показать вам. Всем огромнейший привет! С вами на связи, опять же, самый преданный ваш расхититель игр и поиска в них самого секретного Black. И сегодня, как вы уже поняли из описания и превьюшки, я приготовил для каждого из вас очередной выпуск с самыми крутыми пасхалками из разных видеоигр, пятый уже по счету. Ну а поэтому, если вам не сложно, поставьте, пожалуйста, под видосом лайкосик и напишите какой-нибудь комментарий, пускай он будет даже не очень положительный, а я уже тому, чей комментарий наберет больше всего лайков и вручу ключик от игры. Ну а теперь я вам рекомендую скорее принять самое удобное положение перед вашими мониторами с кружечкой горячего и вкусного чая в руках и каким-нибудь сладенькими плюшками, так как я уже буду переходить к показу того, что мне удалось для вас отыскать. Полетели! Ну и начну я сегодняшний выпуск с очередных крутых пасхалок, которые мне удалось отыскать при дальнейшем прохождении Ion Fury, пасхалки из которой я уже показывал в своих прошлых выпусках. И для начала, продолжая свое путешествие, отправляемся на карту 1-4. И тут нужно будет в месте, показанном на видео, спрыгнуть за контейнеры в самый низ, где мы и найдем ту самую пасхалку – маску, которая принадлежит самому быстрому бойцу из японского файтинга Street Fighter – Vega, который в Японии известен под именем Balrog. На этой же карте, зайдя в кабину управления погрузкой разноцветных транспортных контейнеров, можно, нажав на рубильник, поиграть в тот самый многими любимый Tetris. Очень странная и необычная находка. Жалко, что сделать можно всего лишь один ход, пускай он даже будет очень удачным. Переходим к следующей очень крутой пасхалке и немного даже пугающей, но чтобы ее увидеть, придется неплохо так повозиться. И находится она также на карте 1-4. Для начала нужно активировать все три рубильника, которые расположены на огромной высоте от земли в выемках с разноцветными голографическими изображениями. Далее нам уже предстоит еще больше побегать и найти еще три выключателя с цифрами, которые разбросаны по всей карте, и также их активировать. Но тут нужно это сделать в правильном порядке. То есть сначала тот, у которого написан номер 3, далее 0 и закончить на рубильнике с цифрой 2. В итоге мы получим код 302. Далее бежим к самому началу карты, откуда мы и появляемся. И уже здесь замечаем, что одна из ранее запечатанных дверей окажется распахнутой перед нашим персонажем. Да и подойдя к ней, мы услышим вой сирен. А как вы, наверное, уже поняли, мы с вами попали в ту самую комнату под номером 302 из знаменитого хоррора Silent Hill 4 «Комната». И вся обстановка вокруг полная тому доказательства. Телефон не работает точно так же, как и все остальное. Да и у дверей мы замечаем остатки цепей, которыми, видимо, ранее была запечатана эта самая дверь. Очень, на мой взгляд, жутковатое местечко. Переходим далее на карту под номером 1-5. И тут у самого входа справа за зарослями замечаем что-то искрящиеся. Ударив по этой штуковине дубинкой, очень быстро бежим назад. И за автоматами с газировкой видим точно такое же устройство. По нему также нужно быстро ударить. И в итоге перед нами откроются двери, открыв нам проход к еще одной секретной комнате. Так вот, как оказывается, перед нами разгромленные апартаменты в красном цвете из фантастического триллера «Железо». Кстати, в ванной комнате мы с вами сможем найти и запчасти от того самого робота-убийцы Марк-13. Ах да, забыл упомянуть об одной крутой мелочи. Во время стрельбы по противникам и перезарядки своего оружия, главная героиня Шелли Харрисон может выкрикнуть «Япи-кай-ей, мазафака!» Те самые слова, ставшие коронными, которые постоянно произносил Джон Маклейн, роль которого исполнил Брюс Уиллис в каждом фильме серии «Крепкий орешек». А теперь давайте-ка вернемся к пасхалкам с карты 1.5. Зайдя на нее, отправляемся направо от входа. Тут немного попотев над мастерством прыжков, ну или как поступил я с помощью чит-кода, как мне кажется, так даже проще. На одной из крыш строения можно найти целый круг пиццы, которая, конечно же, будет пасхалкой на сцену из очень крутого телесериала «Во все тяжкие», когда разъяренный Уолтер Уайт закидывал это кулинарное изделие на крышу гаража. А вот если на этой же карте забраться с помощью чит-кода на выступ слева от входа и пробежать по нему до самого конца, то мы увидим несколько интересных надписей. Изначально перед нами появятся слова «Настоящие герои не пользуются читами», а дальше и вообще мы найдем самый настоящий конец мира. Идем далее и переходим к следующей на сегодня игре, которой будет видеоигра The Punisher, которая основана на комиксах Marvel о персонаже Фрэнке Кастле, более известном как Каратель. Один очень интересный диалог можно услышать из уст второстепенных персонажей в башне Такаги. Если заставить одного из бандитов отвлечь другого, то во время разговора они начнут обсуждать, кто же все-таки сильнее, Капитан Америка или Капитан Япония. На что один из них скажет, что Капитана Японию зовут Сан Файер, что конечно же будет отсылкой к персонажу из комиксов Сира Йосида, который также известен как Сан Файер или Солнечный Огонь. Также в этой же башне на одном из ее этажей, когда мы попадем в огромный зал электроники, то можем услышать отсылку на популярный мультсериал Южный парк, а именно некую пародию на фразу из мультфильма, после того как расправимся специфическим убийством с самым первым членом клана Якудза. Только вот имя тут будет немного изменено, но суть пасхалки от этого конечно же не теряется. На уровне башня Старка в самом его начале, мы становимся свидетелями атаки бандитов пазла на лабораторию Железного Человека. После взрыва здание начинает трястись, и мы слышим разговор ученых, находящихся рядом с нами, с забронированным стеклом, который является конечно же очень крутой и неожиданной пасхалкой на легендарную первую часть Half-Life, так как одного из них зовут Доктор Фримен, точно так же как и главного героя из Half-Life, да и весь разговор это прямой намек на сам сюжет игры. Следующей игрой в нашем выпуске будет легендарная игрушка Max Payne, вышедшая аж в 2001 году, и как многие старые игры, надолго запомнившаяся фанатам своей атмосферой, прекрасным саундтреком и интересным сюжетом. Ну и давайте посмотрим, какие самые интересные пасхалки мне удалось в ней отыскать. Первая из них, и самая на мой взгляд реально крутая, находится в первой части во второй главе. В самом начале уровня видим в стене огромную дыру. Вот тут-то и начинается та самая пасхалка. Для начала вам придется немного побегать для получения гранаты, которая нам и нужна для активации пасхалки. Проходим большую часть уровня и добываем детонатор в банке. Далее идем к заминированной двери. Там нас ждут плохие парни. У одного из парней гранаты, они-то нам и нужны. Добыли гранаты? Идем обратно в начало уровня. Находим в стене дыру, которую и нужно подорвать. Но я пошел более простым путем и получил гранаты с помощью чит-кода. Ну и конечно же кинул одну из них в эту темную дыру. После взрыва, после нажатия клавиши F2, в левом верхнем углу появится новая цель миссии. Макс объявил войну крысам. А это значит, что пасхалка активирована. Далее продвигаемся по уровню. В комнату с множеством вооруженных пистолетами бегающих по полу крыс. Тут же стреляем в люстру без лампочек, крысы тут же разделяются на две команды и начнут воевать друг с другом. А если так сказать наши крысы выигрывают, они встанут вокруг нас и будут защищать. А если проиграют, к сожалению придется их всех убить. Далее переходим уже к третьей главе из первой части. Здесь перед тем, как проломить баком пол, идем к туалету, где на Макса бандиты устроили засаду. Напротив него видим немного разбитую дверь, ломаем ее и попадаем в комнату с упавшей сверху балкой. Разбиваем стекло на любом из окон и выходим на карниз, а уже по нему двигаем направо к заколоченным очередным окнам. Заходим через них, точно так же проломив за слон следующую комнату, где видим труп на полу, в спину которого воткнут деревянный кол. А рядом с трупом интересная кровавая надпись – БАФ. Что конечно же является отсылкой к фильму 1992 года «Баффи. Истребительница вампиров». Ну и конечно же к последующему стиле сериалу. В шестой главе можно в одной из комнат найти оставленный на столике отливающим бандитам Ингрэм, что будет пасхалкой на популярную черную комедию «Криминальное чтиво» – кинокартину американского режиссера Квентина Тарантино. Да и практически вся сцена с последующим расстрелом выходящего из артина Бандоса будет намеком на точно такую же сцену из ранее упомянутого фильма. Добравшись до концертного зала в восьмой главе, мы за занавесом натыкаемся на музыкальные инструменты. И тут также можно будет поиграть на барабанах и побренькать на лежащей рядом гитаре, если конечно же на нее наступить. Также тут можно использовать и микрофон, подойдя к которому Макс скажет, что никогда не любил петь в караоке. Да и в четвертой главе второй части в одной из комнат мы находим пианино, на котором можно сыграть мелодию из саундтрека к самой игре про детектива Макса Пэйна. Я никогда не любил выступать в караоке. Следующая пасхалка находится в седьмой главе. Когда убегающий Гогнити добежит до закрытой двери и захочет прикончить нас, осмотревшись по сторонам, видим антенну. Далее прыгаем от антенны на корни здания напротив, и дойдя до пожарной лестницы, осторожно спускаемся вниз. Зайдя в единственную тут открытую дверь, попадаем в комнату с кучей коктейлей, гранат и интересной картинкой на стене, на которой мы видим изображение знаменитой рыбки Доб Фиш, которую придумал Том Холл в 1991 году. И с тех пор она постоянно появляется в качестве пасхалки в различных многочисленных играх. Третья часть, четвертая глава. Правее спуска на подземную парковку мы увидим четыре бочки и кондиционер. Запрыгиваем по ним на крышу, как показано в видео, и там видим что-то вроде железной постройки с прикрытым проходом в нее. Выстрелив в эту так называемую дверь, входим внутрь. Прыгнув на решетку в полу, проваливаемся и попадаем в секретную комнату, предназначенную для благодарности разработчикам из студии Rockstar, так как именно они помогали в создании этого игрового шедевра. Ну а на стене мы видим логотип этой студии с благодарностью. А если включить рядом стоящее радио, то можно послушать и голоса разработчиков, в которых они опять же выражают свою благодарность Rockstar'овцам. Приятно было с вами работать. Да-да, ребята, нам было тоже очень приятно. Надеемся, вы увидели и услышали, что хотели. Мы всегда с вами, с терпением, ждем выхода. Ну и последняя пасхалка в этой игре, да и вообще в сегодняшнем выпуске, уже не связана с сюжетом игры и находится в альтернативной концовке, которая активируется лишь после прохождения игры на самом высоком уровне сложности, ну или просто после набора секретного чит-кода. После всего этого мы с вами попадем в самую настоящую комнату разработчиков, в которой найдем огромную фотографию с этими самыми разработчиками, кучей еще различных фотографий и вращающимся в самом центре логотипом студии, разработавшей эту игру, Remedy. Ну а на сегодня это последняя пасхалка и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующие видео, скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все, до скорой встречи, мои дорогие друзья. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...